Я была в Губай, и, в общем, я сейчас ищу обменники. И я всё это время ходила вокруг да около, и я не видела, что обменник у меня прямо вот тут вот. И, в общем, угадайте, кто лов, как я. Тема того, что ты летишь одна, это дело в том, что тебе некому оставят свои тяжёлые сумки и багаж, и ты просто ходишь везде с ними. Что ты так смотришь? Господи, почему дети так... Знаете, если я полечу потом обратно домой из Дубаев, Казахстан, нужно ли мне будет сдавать ПЦР-тест тут или нет? Я не знаю, просто, чтобы я потом не профокала свой рейс. С самого начала я хотела нанести прям тонный макияж и выйти такой красивой девчонкой, но, в общем, что-то пошло не так. Из-за того, что мои ногти из розового превратились в какой-то персиковые, они погрязнели. Ощущение вот такое. И... Ну, это выглядит ужасно. Здесь просто фейс-палом, потому что... Не хочу выйти прогуляться, но из-за того, что у меня очень плохое интернет-сети, и я не могу выйти. И, в общем, я решила, что сейчас я деклю кофе и всё равно выйду. Так как мне вообще стало очень скучно, и я решила прогуляться, подышать свежим воздухом. Конечно, тут не подышишь свежим воздухом, поскольку здесь очень жарко, и ты дышишь своим воздухом. Вот, такая красота. И... Я далеко от аэропорта не ухожу, потому что не знаю вообще, в какой момент я заблужусь и умру. В общем, я иду в сторону каких-то светящихся огней. Надеюсь, это не метеориты. В общем, тут вроде как бы ветрено немножко, но... Вообще, да. И... Смотрите, какая красота там дальше. Вообще... И ощущается, как будто ты в Барселоне. Просто ощущаю. Я сегодня уже целый день хожу с одним и тем же макияжем. Но вот это красивое место. Выглядит как в джунгли, конечно. Красотень. И это вообще парковочное место, по-моему. То ли здесь такси ловят, я не знаю. У нас сегодня с одним и тем же макияжем вся растопанная. Вообще ужас какой-то. И я прям чувствую, как тоналка скатывается. Знаете, такое ощущение, девчонки. Вот. И... Ой, здесь безлюдно, можно покричать. Я дошла до какого-то места. Здесь какие-то розочки. И машины. Что-то несовместимое. Ну, короче, тут пахнет фастфудом. Не, ну я что, зря что ли шла, что ли? Смотрите. Но зато прикольные деревья. Они похожи на... Вот здесь, мне кажется, ему пипец больно было. И здесь, и здесь. Их типа раздербанили наполовину. Ну ладно. Наше путешествие заканчивается, потому что там закрыта дорога. И там еще машина. А я не хочу быть задавленной в Дубае. Я-то же хочу в Дубае, зато вот это такая. Но лучше, конечно, в Нью-Йорке. Часть аэропорта выглядит как какой-то пентхаус какого-нибудь депутата в Казахстане. Просто посмотрите на этот лакшери аэропорт. Я не знаю. Просто луха. Я потеряла... Вообще сейчас смотрят. Я не знаю, что блогеры никогда не видели. В общем, я потеряла. Где здесь пешеход, походу... Походу, мне придется прыгать через машину. Атмосфера просто идентичная, как в Испании. Просто прям 10 из 10. Но чисто по погоде это точно потому, что я вспотела. Я сейчас... Ну, как здесь наносить чужолый вечерний макияж? Они как? Красиво-то походу, Даяна, в общем, деревья. Забыла упомянуть, что мне подарили розочку. Я не знаю. Просто какой-то араб подошел и подарил мне розочку. Спасибо большое. Это так гостеприимно с вашей стороны. Вот. Какие-то деревья и люди. Это так странно. По-моему, это выглядит как будто какой-то вакуум и деревянные люди. Я ощущаю так, как мы приехали в первый день с мамой. Прилетели, точнее, в Испанию. И ощущения, ну, абсолютно идентичны. Типа погода идентична. Даже запах тот же самый. Дувай, ты чё, Испания? Сейчас что случится, я больше никогда сюда не прилечу. Короче, я захожу в дверь, и она касса служебная. А я ещё в неё долблюсь. Столько устала сидеть на одном месте, что я сейчас просто пойду и просто постою. Сейчас случилась такая странная история, которая повергла меня в шок и в какое-то хорошее настроение одновременно. В общем, сейчас я проходила сзади буквально так же, как и сейчас проходят люди. Я, кажется, я показала на него пальцы. Ладно. В общем, и я вижу, короче, напротив меня дерётся парочка. Я думаю, чё за дела? Мама вот тут вот. И я такая думаю, ну, блин, всё, что-то случилось, надо помогать. Короче, там он, типа, борется с ней, и чё-то я не понимаю. И я такая смотрю, и они оба на меня так посмотрели. И так долго смотрите, чё-то там смеются. Я такая, вы смеётесь? А у меня же зрение ужасное. Я застаю, вы смеётесь или вы плачете? Чё вы делаете? Я такая остановилась, такая смотрю на них. И он такой говорит, она кричит, говорит, he is my husband. Я такая, в смысле, husband, и чё? И чё, что husband, он чё, тебя бьёт, что ли? И, короче, прикол в том, что я такая мимо прохожу, и такая, it's ok, it's ok. Она такая говорит, don't worry, we're just playing. Я такая, ok, ok, don't worry. Прикол в том, что они вовсе не дрались. Они просто игрались. А я всё, как бы, в своей драматичной натуре думаю, ну всё, сейчас пойду с ним драться. А потом думаю, нельзя, ты же в Дубае, Даяна, ты не на барахолке где-нибудь находишься. И, короче, прикол в том, что потом я такая, они такие, давай подойди к нам. Говорит, я такая подошла, я говорю, всё нормально у вас? Она говорит, мы просто прикалывались, мы just playing. Я такая, а, ладно тогда, давайте тогда, до свидания. Они такие, ты садись с нами, типа, оказывается, они работники аэропорта. Сказалось, что я прилетела из Алматы, они сразу узнали мой рейс. И сразу сказали, во сколько и откуда я прилетела. Точнее, во сколько я прилетела, откуда я забирала багаж и всё, вот такие вот маленькие части. И, короче, я с ними подружилась, теперь я могу проходить служебный этот кабинетик и сидеть там, если захочу, и поспать там, если захочу. Короче, не знаю, как мне везёт, но я сегодня целый день тут сидела. И он говорит, я видел, как ты целый день сидела где кофейня. И, типа, я ещё думала, типа, почему ты целый день сидишь кофейня. И сейчас я могу пойти туда, поспать, разложить свои сумки. Но, как назло, мне захотелось погулять ещё. Я сейчас чуть-чуть посижу, подзаряжу свои наушники. До чего так хотелось, да, заряжать наушники? Подзаряжу наушники и пойду, короче, прогуляюсь, посмотрю новые места, засниму что-нибудь для вас. Ой, это, кажется, мухом. А, ну да, это блон. Хотела сказать о своей странной привычке красть самолёта вот всякие такие милые штуки. Я не знаю, ну вот просто посмотрите, я должна это, для чего это использовать. Я даже не знаю, что это такое. Это апельсин. Вот, и, в общем, всякие салфетки и маленькая водичка. Не знаю, мне она просто понравилась, потому что она маленькая. Тупо, если бы я была бы блогером, я бы делала такие тупые обзоры. Мои красоты. Внимание, смотрите, вода. Газ Далмаган. Короче, СО, она такая мокрая, жидкая. Я просто объясняла, что я делаю. Я просто walk around, I just walk around the airport and do some strange things, because I really try not to last, because I'm alone and I'm a little bit scared. But I want to breathe some fresh air and I was sitting at the airport like the 10 hours. То есть, я сухая надеюсь. Мы продолжаем нашу рубрику «Как не сойти с ума от одиночества» до 3 часов ночи. И, короче, здесь есть люди. Я же забыла рассказать самые на это, что не наесть классные сплетни. Когда я сидела в самолете, там, короче, один мужик начал то ли щипать, то ли, короче, тянуть за руку чужого ребенка. И эта женщина, короче, сполкнулась. На что этот мужчина, короче, его хрупкое эго задели, и он начал ее называть «коза», «ты овца» и так далее. Убери своего ребенка. На этом, я думаю, история завершается. А я иду, когда не знаю. Не знаю, что за это люди, но они такие важные. Это, кажется, стюардессы и стюардесс. Стюардессы и стюардессы. И они такие важные, я не знаю. А да, это стюардессы и стюардессы, да. Мы добились успеха. Охранника... Ну, не охранника, кто там? Он выучил мое имя, и он уже меня спокойно зовет. Даяна. Короче, я здесь целый день провела, и это стал мой дом. Короче, отныне я не Даяна. Отныне я ребенок Дувайского аэропорта, который посетил сегодня целый день в этой кофейне. И плюс... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok